Доброе раннее утро, други мои! Продолжаем катать Евротрек Симулятор 2, версия 1.47. С вами Олег Деревер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я в Лондоне, Великобритании. Переночевал тут на территории гаража. Переночевал, разумеется, в машине, но благосклонно гараж на продаже и сторож разрешил за некоторую мзду сходить в душ да приготовить себе покушать. Так, встал сегодня пораньше, как обычно вчера пораньше лег. Здесь я стою уже два дня, потому что не было подходящего груза. Я все-таки хочу вальнуть куда-то по Великобритании на север. Груз подвернулся, сварочное оборудование на Форт Уильям, куда-то, по-моему, туда поедем, на север. Где-то тысяча километров мне ходу. Голова МАЗ-6422, 350 лошадиных сил, дизель Евро-3 и 12-я коробка ЗФ. Вот такой красавчик машина 1981 года. Ну что, груз уже выбран. Я подзаправился. На дороге нужно быть позитивными. Улыбнемся и поехали. Это у меня навигация такая Аллочка Довлатова. Обожаю ее. Так, ну что, поехали, Аллочка. Так. Едем за грузом. Едем. Едем, едем, едем. Поверните направо. Тут ничего, там ничего. Не забываем, что мы на территории... Через 300 метров. Поверните направо. Мы на территории левостороннего движения. Поверните направо. Так, сейчас, моя хорошая, сейчас. Я даже поворотник не включил. Да, ты вообще красавчик. А зачем поворотники нужны? Мы настолько гордые, что мы не будем никому говорить, куда мы поворачиваем. Это выше моего достоинства, показывать поворот. Давай, давай, давай. Пошли, 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 пошли. Повезем 18-го сворочного движения. Держитесь правее, а затем поверните направо. Да, не вопрос. Поверните направо. Да что? Давай, дивизия. Важный звонок. Да, малость. Не хватает полосы для разгона такой, да, вот. Сразу раз, выскакиваешь. И при том, тебе в зеркало ни хрена ничего не видно. Так. Съезд. Съезд. Бывает, что-то как-то заглох. Скрыш и заглох. Так, я выехал на объездную Лондона. Все, наоборот, надо контролировать. Не как в нормальном правостороннем движении. В нормальном, да. Для них это левостороннее нормальное движение. Так, что у нас? А, правее. Ну, в смысле, правее, что прямо или правее. Ну, да. А что молчишь-то? Павлочка Довлатова, ты что молчишь? Девч, рассчитываю на тебя. Солнце мое. Повернули. Прямо. Ну, если бы надо было налево под мост, налево бы. Налево бы и показало. Надо как-то плавно переходить, слушай, на осенний мод. Держитесь правее, а затем держитесь правее. Псю правее. Так, сейчас. Сейчас направо. Да что такое, а? Держитесь правее. Так. Где ты у меня, светофор? Не вижу тебя. Ёлокерный театр. Так, поворачиваем, поворачиваем. Как же тут все, мать твою, тесно, а? Все, тесняйся. Держитесь левее. А затем поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров. Поверните направо. Поверните направо. Ага, нам туда и. Вот сюда. Было классно. Спасибо. Ты настоящий гонщик. Спасибо, Аллочка. Сейчас. Два раза мне звонил звонок. Ну, конечно, звонил звонок. Как он не будет звонить, да? Типа, с моего банка. Где я кредит брал. Ну, типа, это банк такой-то, такой-то. Короче, здравствуйте, такой-то, такой-то. Все, по имени, в отчестве. Меня назвали. Я такой-то, такой-то. Типа, с вашего личного кабинета в банке была подана заявка на смену номера телефона. Ну, понятно, что аферюги, сука, звонят. Послал нахер. Нет, ведь снова, сука, звонит. Пришлось пока телефон выключить. Ну, схожу после обеда. Сейчас обед. Рабочий день. Схожу после обеда, кстати. Возьму паспорт, схожу. На всякий случай схожу в свой банк, где у меня кредит. Вот, суки, аферюги. Аферюги. Бандюганы, ублюдки. Послал его к чертовой матери подальше. Была подана заявка, блядь. А номер-то с сотового номера звонят, да? Ёпта. Так, ладно. Я не спешу. Ну, может, уже поедем? Да подожди ты, мне еще груз взять надо, родная, ты, хоружая. Так, вот они, наши 18 тонн. Контейнеровоз, что ли, там, да? Так, ага. Сейчас мы сделаем вот так вот. Опустим стеклышко. Так, заднюю передачку. Аварийка. Надо будет мне... Сейчас буду подъезжать. Заднюю телегу надо маленечко приопустить чуть-чуть. Так, 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 так. Оп. 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 А, виск, что, перебор, да? Так, телегу вниз. Все просто. Маршрут построен. Так, все, наручничочек. Сейчас ставим сразу нейтральное транспортное положение. Лапы поднимаются у нас. Их легко будет закручивать. Вверху поднимать. Так, вот как-то так. Так, ну что, пошли цепляться. Сейчас все проверим. Так, все у нас тут моргает, все не играет, все хорошо. Какой наглый молодой человек. Еще специально так делают, чтобы их слышно было плохо. Там какие-то помехи, там какие-то немножко. Звук такой. Все делается для того, чтобы тебе было херово их слышно. Ага. Модовый прицеп. А джизикает старый. Понятно? Понятно. Так, все зацеплено, все хорошо. Так. У меня сейчас колеса подняты. Да, мне их и не надо. 18 тонн, они легко размещаются. Развесовочка ложится и так. Вот, церковник был бы тогда, да. Так, поворотники, все работает. Так, все отлично. Сейчас навигацию. Давай-ка мы посмотрим, как мы поедем. Ну, интересно же, как я поеду. Так, ага, назад, сюда. Сюда, сюда, сюда. Тут налево. Нормально. Все у нас опять идет по магистрали. Мимо Бирмингема. Ну, это все... Ну, да, все. Автобан, автобан идет. Так, и надо будет где-то смотреть мне. Ага. Так, ну, сейчас еще до обеда далеко. Здесь тоже будет далеко. Надо будет смотреть приблизительно в районе 10-11 часов, что у нас есть. Может, где-то вот сюда, на эту большую стояночку, надо будет заезжать около Манчестера. Так, все. Дальше, 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 дальше. На север, на север. Все по автобану. Ну, и здесь уже идет обычная двухполосочка. Ну, ехать тысячу километров за сегодня-то я, скорее всего, это расстояние Форт Уильям. Это расстояние, скорее всего, за сегодня я не преодолею. Скорее всего, не преодолею. Так, стекло поднимаем. Все-таки не июль месяц. Хотя на улице тепло. Так, что у нас там? 16 градусов. Ну, как тепло? Свежо. Скажем, свежо. Так, нам налево. Поверните налево. Через 300 метров. Поверните направо. Поверните направо. Так, все. Все, 10 раз повернули заявку на смену номера телефона. Да ребята, бляха-муха. Да придумайте уже. Товарищи мошенники, придумайте что-то поновее. Заявка на смену номера телефона. Держитесь левее. А затем поверните налево. Поверните налево. Если я подаю заявку на смену номера телефона, то все равно как-то с этого номера, все равно со своего заявка будет подаваться. Ну, вот после обеда я схожу в банк. И непосредственно в банке узнаю вообще, как эта процедура происходит. Смена номера телефона. Ну, то есть привязка карты из твоего онлайн-банка. Онлайн-кабинета. Как все это дело происходит при смене номера телефона. Как они могли подать заявку, когда не были поданы ни паспортные данные. Интересно все-таки. Схожу, схожу. Сейчас обязательно после обеда. Сейчас обед пока. После обеда схожу. Так, телефон пока включу снова. Позвонит еще раз, скажу, что я зайду в банк. Я даже, наверное, слушаю, я запись выключать не буду. Если этот придурок позвонит, вы будете, так, включу громкую связь, и вы будете присутствовать при разговоре. Вот это интересно, интересно. Давай, козлина, сука, позвони, контент мне сделаешь. Разговор с мошенником. Я ведь и так эту серию тебе назову, блин. Ай, караул. Так, сейчас загружается пока. Так, обходим, товарищи, полегу. Коллега, медленно едем. 97 можно. А ты на кране. Тебе что, вообще там ограничение какое-то у тебя, да? Ну, ладно, ладно, ладно. Так, мне сейчас по-любому надо ехать вообще до моего обеда. Сейчас верим пол седьмого. Так, вот нельзя. Нельзя за рулем брать смартфон в руки. А, это не то, я думаю. От этого привел-ка что-то, какое-то сообщение. Никак не закончил учетную запись. О, соточка, ты смотри, а. Так, давай-ка поаккуратнее, друг мой. Что-то я пока город проезжал, блин. Ни одного скрина не сделал. А надо было. А надо было. Ну, я уж не настолько быстро еду, чтобы прям у них так медленно было. 120, ну, хотя хрен его знает. Я вообще сейчас педальку пока не трогаю. Это что мне там, с горы летю? Лятю, лятю. Так, сделай-ка маленько тормоз. Дорогой Олеша, сделай маленько тормоз. Иначе тормозить будет потом некому. Далеко, далеко. У меня тут пряменько чесать-то. 945 километров до финиша. По автобанам хорошо километраж летит. Прямо по красоте. Так, ну что-то придурок не звонит. Продолжайте движение прямо. Кстати, схожу в банк, потом обязательно вам скажу, чем вся эта эпопея. Может быть, чей повезет. Блин, вот не надо было мне отключать второй раз. Надо было включить и поговорить с ним. Ну, я второй раз включил, вежливо так далеко надолго послал его. Да потому что подобные... Я почему так отношусь к этим звонкам? Никогда, по-настоящему, ни разу таких звонков с настоящего банка не было. Ни разу. А я давно уже на этом свете живу. У меня давно уже и Сберовский банк есть, там и другие несколько банков. У меня есть кабинеты и карты с этих банков. Давно уже. Так что и ни разу за все это время, скажем, за последние 10 лет, как раз, когда в это время все тут разгул мошенников идет. Ни разу. Ни единого правдевого звонка с какой-то там заявкой, что действительно кто-то подал заявку, потому что этого не было никогда. Так, держимся левее нам налево. Держитесь левее, а затем прямо. Потому я так и отношусь к этим звонкам, потому что они всегда идут от аферистов. Двигайтесь прямо. Всегда идут от аферюк. Этим тварям ведь все равно, кто на том конце телефона. Они ведь и старушку, пенсионерку, бабульку, и старика, героя Великой Отечественной войны ограбят. А им похрену. Для этих ублюдков нет ничего святого. Это самые распоследние твари. И ведь им мало будет. Они ведь заберут у тебя накопление. Видят, что ты легко поддался. И они еще дальше пойдут. И квартиру, и недвижимость, машину. Все, что есть на тебе. Все, что есть, они все это выведают у тебя в разговоре с тобой. И все у тебя заберут. Оставят тебя с голой жопой. И будут считать, что они крутые, что они классно поступили. Они такие умные, такие... Продолжайте движение прямо. Спасибо, дорогая. Они будут считать себя такими офигенскими крутыми спецами. У как они, старого козла нагрели. Ха-ха-ха. Какие мы крутые. За такой вид мошенничества, когда вот так вот грабят. Особенно, когда грабят ветеранов, стариков. Надо ужесточать максимально сроки. Максимально. Попался. Вот тебе пятнашечка. Будь те любезны, ублюдок. Сиди. Нормально оно того стоит. Нет, вот так вот. Да они по большей части-то вот эти твари-то. Они и названивают. Либо из зоны, либо еще там откуда-то. Еще хрен пойди докажи, что это он звонил. Так что они же не сидят в офисе там где-нибудь на Неглинке. Еще там где-нибудь на Комсомольском проспекте. В Перми там. Да это же не так все. Еще надо доказать, что... Держитесь правее, а затем прямо. Что этот ублюдок действительно звонил. Так, правее нам. Так. Двигайтесь прямо. Опа-опа-опа-опа. Едем, едем. Да что такое пишет? Вовло. Пока. А Фирюга еще пока не перезванивала. Ну, сейчас обед закончится. Как раз я видео записываю. Возьму паспорт, схожу в свой банк. Якобы от которого... Держитесь правее, а затем прямо. Якобы от которого был звонок. Да, я сто процентов уверен, что... Продолжайте движение прямо. Что это? Что это Фирюга? Я говорю, сколько... Сколько лет я пользуюсь банками онлайн. Несколькими одновременно. Ни разу не было никаких действительно взломов моего банка онлайн. Держитесь правее, а затем прямо. В любом случае, при входе в мой банк онлайн, чтобы подать заявку на смену номера телефона, нужно сначала туда зайти. Даже если как-то взломали, там еще там что-то... На мой номер телефона сразу придет смс о том, что выполнен вход в ваш банк онлайн. Если это были не вы, там сделайте то-то. Продолжайте движение прямо. И вот за... Скажем, за достаточное количество лет ни разу не было такого, чтобы взломали банк онлайн и зашли туда. Действительно бы заказали смену номера телефона. Якобы от меня. Отсюда вывод. Это Фирюги звонили. Тут недавно тоже как-то нас звонят мошенники. Здравствуйте. Такой-то и такой-то. По имени, отчество назвали. Я говорю, добрый день. Вас беспокоит там капитан полиции, там что-то экономические полиции. Такой-то такой-то. Я такой. Я говорю, здравствуйте. Здравствуйте, как вы давно, говорю, не звонили. Он такой, что, простите? Я говорю, здравствуйте, уважаемые товарищи мошенники. Как вы давно не звонили. Я уже соскучился. Чем-то к нам не звонили. А он там заржал и трубку повесил. Такие, брат, дела. Если вам звонят, один просто, ребят, такой самый простецкий, самый простой, такой, самый надежный такой рецепт. Не надо разговаривать. Просто скажите, сейчас я занят, туда-сюда, не могу, все, я на работе, я зайду в банк и все уточню. Они по некоторым там этим, по некоторым вопросам, типа, там утечка данных ваших произошла именно там с вашего банка, мы не можем доверять, мы в полиции, там туда-сюда, мы из Центробанка. Центробанк никогда не будет звонить физическим лицам, никогда показывали передачу про всех этих эфирюк. И представитель Центробанка сказал, что мы никогда, мы просто заблокируем, если что-то подозрительное. А звонить физическому лицу мы никогда не будем. Операцию заблокируем, карту заблокируем, если уж на то пошло. Так, время половины десятого, рано еще вставать тут, вон я вижу, заправочка. Что-то меня слева все обгоняют. Это мы в гору, походу, поперли. Вот сейчас какой выезд будет слева, смотри. Опа! И никакой полосы разгона сразу. Выезд такой на полосу. Вообще по красоте сделали, да? А как же безопасность? Так, получается, раз этот плод с моржовый не звонит, мне сейчас до конца этой серии, если не позвонит еще раз. Ну, понятно, что, скорее всего, звонить не будет, и этот номер уже не прокатит. Смысл тратить на меня время, да? Еще раз. Главное, блин, слушай, по имени, отчеству назвали, все. Имя, фамилия, отчество. Сказали, что в нашем банке у вас кредит. Да, кредит. То есть у них реально есть база данных. Да ни для кого не секрет. Все это продается, все покупается. Сами сотрудники банков, либо сотрудники... Господи, как его... Социальный отдел-то как он? Там, где вся информация-то, господи, скажи, я тоже скажу. Соц. отдел. Так, давай-ка мы налево перейдем, чтобы тут... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что такие повороты-то крутые, да? Почему мне скорость 87 километров? А поворот такой, что машину чуть не на два колеса ставит. Одиннадцатый час. Вот, сейчас нормально. Сейчас первая заправка. Да, кстати, и топливо можно подлить хорошо. Хотя, или до вечера можно оставить, в принципе, до ночевки. Но ночевать я не знаю, где буду, поэтому... Все равно сейчас буду на обед вставать. Там вижу... Так, секунду, секунду, секунду. Надо, наверное, маршрут построить, потому что... Если это та развязка, про которую я думаю, да-да-да. Вот она, около Манчестера. Нам надо сейчас сюда-сюда. Вот сюда заправимся. Где-нибудь здесь или здесь встану на стоянку. И потом, получается, это сюда, и потом сюда-сюда-сюда. И погнали дальше. Это будет после обеда уже. Маршрут построен. Так, как раз налево сейчас. Я вовремя повредил. Вовремя. Держитесь левее, а затем съезд. Держимся левее. Съезд. Поверните налево. Так, вот сейчас направо. То есть прямо, в смысле. Поверните налево. Ты мне сказала налево, коза. Не извиняюсь. Держимся. Через 300 метров. Поверните налево. Поверните налево. Куда налево. Вот на какое лево ты меня тащишь. Красотуля. Сейчас прямо мне вот сюда. Вот щупницк. Через 300 метров. Поверните налево. Куда? Как это будет выглядеть, скажем. Поверните налево. Сюда? Все, повернул. Круговое движение. Второй съезд. А до этого у меня не было кругового движения. Капец. Вот мне сейчас надо выходить. Так. Съезд. Вот сюда. Тут сервис. Все дела. Ох ты ж, ливень ты какой. Мать моя. Так. Сюда. Так. Бак у меня слева. Заправка. Сука. Где? Заправка. Тут есть. Так. А мне надо. Так. Ну прямо заправка. Иконка там. Так надо. Туда и ехать тогда. Бак слева. Так. Сюда заправка-то получается. Ага. Вот. Свободная. Зараза. Блядь. Мне что, перекидывать что ли сейчас? Хер с вами. Перетянем шланг на левую сторону. Нормально. Хватит. Так. Стоянка вон вижу. Угу. Давай-ка аварийку включу. Куда мне вставать? Вот. Поедем по-новому. А что? Кажется, отличный план. Так. Давай-ка... Держитесь правее. Маршрут перестроен. Так. Ты подожди. Не суетись. Подруга. Так. Давай-ка вот я сейчас рядом с бочкой затусуюсь. Где тут? Чего тут? Пойдет. 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 Как раз потом на выезд. Сюда аккуратненько. И все. Да. У Ренохи-то по сравнению с Мазайн. Смотри, насколько кабины выше и комфортнее. Ну, что делать? Что делать? Кому сейчас легко. Так. Ну, что? Так. Сейчас. Секундочку. Так. Что у нас там по времени? О! Почти 12 часов. Нормально. До часа спокойной обеды. И отправляемся дальше в путь. Блин. Погода как только наводилась. Тяжело кататься по левым дорогам, по левостороннему движению. Еще вот так вот. С такой движухой. Ну, что ж, друзья. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии. Оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал. Бейте в колокол. Чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео. На мой плейлист. ЕТС 2. Реальная экономика. И на мою страницу ВКонтакте. ВКонтакте полно скринов по Евро. Так. По Америке. По Суровой России. Заходите. Добавляйтесь. Буду рад. Всем спасибо. Всем пока. Жалко, мошенник не позвонил. Пока-пока. Увидимся. До новых волнующих. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.